Если ты сохраняешь это ограниченное человеческое эго, а мыслишь себя суперменом, знаешь, что ты лишь жертва своей ограниченной годыни, игрушка своей собственной силы, инструмент своих собственных заблуждений. Ну, некоторые люди, прибившись куда-то к какой-то группе всяких духовных изысканий, расправляют плечи и считают, что они уже причастны к какой-то, так сказать, тайне, к тайне духовной жизни и начинают мнить себя отличными от других, мнить себя духовными суперменами. Есть такие ребята, в основном молодые, я не знаю, с возрастом, но все это суперменство или ощущение чувства, оно проходит. А вот у молодёжи, куда они там попали, чем-то занялись, какие-то энергии в них загуляли, они уже считают себя в чём-то вполне состоявшимися. И, соответственно, вот с эгоистической, физической, витальной, ментальной силой, вот этот слабенький духовный компонент, ну, он всегда есть какой-то духовный компонент, но гипертрофированный эго, оно, в общем-то, извращает и, казалось бы, верные духовные посылы. То есть, реализация духовного импульса, она может быть настолько искажена витальным до неузнаваемости, что, в общем-то, это будет совершенно противоречить, ну, каким-то, ну, даже правилам человеческого общежития. Так что, если человек считает, что он в чём-то состоялся, в духовном плане имеется в виду, то он далёк от того, чтобы на самом деле это в нём состоялось. Человек, который не понимает, что с ним происходит, вернее, не может оценить результат, он не может оценить себя, он не может сказать, что он чего-то достиг. То есть, по сути, вот я опять возвращаюсь к тому, когда вы, пройдя такую значительную часть пути, начинаете ощущать, что ничего с вами не происходит, тогда, наверное, начинается самое главное. Вы принимаете верную позицию, понимаете, позицию отстранения от своего эго. Вы ничего не ждёте, вы перестаёте что-то ждать, и как бы вот в этом новом состоянии, и истинная духовная работа, истинные духовные результаты как раз и начинают сказываться. Вот ещё раз повторяю, никогда ничего не ждите. Не ждите, что снова пойдёт энергия, не ждите, что у вас там что-то будет булькать, что-то будет светиться. Если будет булькать и светиться, то пусть булькает и светится. Если не будет булькать и светиться, тоже всё в порядке. Никогда не ждите каких-то, опять-таки, динамических резких процессов. Потому что с какого-то момента вот этот процесс, что пришло, то усвоилось, а излишки куда-то уходят и уходят абсолютно, так сказать, не вызывая в тебе каких-то энергетических процессов, которые раньше ты ощущал, поскольку излишки энергии как раз и вызывали вот эти яркие ощущения. Когда всё балансируется, когда такая вибрационная гармония восторжествует, то ничего не ждите. Не ждите ничего, просто живите. Живите в реальности, живите здесь сейчас, ибо вот это и как раз есть нормальная жизнь здесь в социуме, здесь на земле, без всяких улётов, без каких-то, так сказать, энергетических подпиток, состояния какими-то ощущениями. Не надо ничего подпитывать. Вот само ощущение живой жизни, ощущение того, что ничего не происходит, и всё каким-то чудесным образом происходит, и доставляет тебе внутреннюю благодать, не шумную, не громкую, не яркую, но в то же время она настолько фундаментальна, что её ничем искоренить и отобрать у вас уже нельзя. Существует лишь два типа людей, которым светит надежда. Человек, почувствовавший прикосновение Бога и тянущийся к нему, а также скептик или самоуверенный атеист. Но что касается писателей религии, подражателей свободной мысли, то это мёд твоей души, который следует за смертью, называя её жизнью. Вообще, потрясающе он сказал вот о тех двух типах людей, которым действительно светит надежда с божественным соприкоснуться и состояться. Это первое, те, которые чувствуют в своей душе, чувствуют в своей душе присутствие Бога, или вот то стремление, или томление по свету. Ну, духовно одарённые люди. И люди, которые являются скептиками и самоуверенными атеистами. Люди, которые отрицают божественное, которые его отрицают, и вот этот вот полюс отрицания божественного, не серёдочка, где, так сказать, не то, не сё, в какой-то момент это божественное, в момент, может быть, сильного отрицания, сходят на них, как некий факт, от которого никуда не деться. То есть, они вдруг получают некий удар или послание от божественного, что заставляет их обратиться к поиску. Поэтому атеист – это замечательно. А люди, которые занимаются, так сказать, вот он говорит о писателе религии, какой занимаются, это боговедением, всё это изучают, всё это препарируют, пишут там какие-то книги на эту тему. И философствуют. Это как раз люди, которые живут мёртвой жизнью. Их невозможно, невозможно каким-то образом пробудить в живой жизни в божественном. Так что никогда не разговаривайте, не сбеседуйте с людьми, которые всё знают о Боге, всё знают о духовной жизни, вообще всё знают, ну, не знают, естественно, ничего, потому что их знания, они получены из вторых рук. Это попугаи, которые повторяют чужие слова. Так сказал Рамакришна, и так сказала Викананда. Верно, но позвольте мне знать, также те истины, которые Аватат не изрёк в слова, и пророк не включил в свои учения. Должно быть всегда больше в Боге, чем когда-либо постигнуто человеческой мыслью или изречено человеческими словами, человеческим языком. Вот мы всё время привязываемся к букве какой-то. Вот здесь написано так, а по-другому быть не может. Ведь гораздо больше не написано. Ведь то, что написано, это вот малая толика того, что пережил человек, который изложил это на бумаге. Поскольку истина сама по себе, она словами-то плохо выражается. Ведь Иисус не написал вообще ничего. Просто ничего. То, что Он излагал, то, что запомнили Его ученики, возможно, даже искажённые в какой-то степени их пониманием. Но они же не записывали за Ним вот так. Это потом было уже впоследствии, как воспоминание. И он ничего не сказал, ничего не написал. Но то, что Он сказал, тоже, возможно, несколько искажённое. Но этого вполне достаточно для того, чтобы нам сегодняшним каким-то образом извлечь оттуда то рациональное, практическое, духовное зерно, которое отнюдь не предполагает каких-то философских схем и систем, а именно предполагает практическую реализацию. Вот путь обретения Царства Божьей жизни вечной, а не теории троичности Бога, там, ещё чего-то. Это далеко не то, что надо извлечь из этого учения. Это совсем не то. Совсем не то. Потому что это уводит далеко в сторону, вот когда люди начинают заниматься боговедием, начинают домысливать за человека, который из истины что-то сказал, но большую часть того, что он ощущал, он не мог передать это словами. И люди вот какой-то щепоте, так сказать, истины, на неё пытаются опять-таки своими человеческими какими-то домысливаниями облечь в какую-то удобоваримую форму, выкинув из неё, естественно, вот ту силу вибрации, которая была вложена человеком, который говорил эти слова на момент произнесения. Поэтому всегда осторожно обращайтесь не со священным писанием, а с толкованием священных писаний. Лучше вообще не подходить к этим толкованиям, лучше их не читать, лучше без всякого понимания читайте то, что из первоисточника. Вот читайте, читайте без ума, если вы будете читать без ума, то тогда вы, естественно, через какое-то время, через какое-то время научитесь читать духовным оком. Потому что чтение без ума, без анализа непременно пробуждает духовную составляющую. Понимаете? Потому что вы читаете родниковый источник, он, несомненно, несет все вибрации истины, вы не понимаете ничего, вдруг не понимаете, бывает так, что-то поняли, что-то не поняли, понимать необязательно. Вы читайте, читайте без полемики внутренней, без эмоций, тогда в какой-то момент вдруг для вас станет понятно, абсолютно ясно, о чем здесь идет речь. Совершенно неожиданно. Не потому что в умом до этого докопались и добрались так усилием усиленной работой ума. Вот не случайно мы рекомендуем читать родниковый источник истины без полемики, конспектировать их для того, чтобы духовное зрение, духовное видение пробудилось. Иначе оно не пробудется. Но это не должно затягиваться на всю жизнь. Знаете, вот некоторые всю жизнь читают, прекратить читать, живеть просто. Начинать просто жить. Без книг, без литературы. Знаете, вот как-то это неуютно многим кажется. Все-таки надо как-то себя вот куда-то пристроить, чтобы что-то делать. Вот когда вы уже, уже, так сказать, но многое сделали и пристрастились к тому, что надо обязательно что-то делать, вот как Сат-Прем матери говорил, если помните, он ей сказал, я как-то не знаю, что мне вот делать, вот не знаю, ну, говорит, а я всю жизнь мечтал о том, чтобы ничего не делать, а просто жить. Вот научитесь с какого-то момента просто жить, ничего не делая, вот находясь вот в этом своем новом состоянии, в новом качестве. Но это, естественно, не отменяет того, что вы будете жить какими-то интересами, но не читайте до бесконечности духовную литературу, ну, не читайте, не надо, или вот ту, которая на какой-то момент времени дала вам возможность пробудиться. Вы уже в ней, это уже ваше. Ничего нового, вот с какого-то момента вы не можете там открыть и бесконечно это повторять. Займитесь каким-то другим делом, творческим делом, интересами, по интересам, ведь человек тоже должен заниматься чем-то, тогда жизнь-то живая, это не только в духовных источниках, священных писаниях погрязнуть. Ну, каким-то практическим трудом займитесь, то есть, займитесь тем, что духу вашему не претит, а что действительно соответствует вашей истинной сущности, вашему истинному призванию как индивиду. Ведь каждый индивид имеет, так сказать, ну, свое какое-то назначение на земле, свои интересы, да, собирайте марки, коллекционируйте, бабочек нельзя коллекционировать, вот, бабочек может только фотографировать. Есть некоторые любители, так сказать, бабочек, они на иголку их туда сажают, бабочки бен, но они там придумают их надо хлороформам сначала отравить, я читал, ведь Набоков был энтмологом блестящим, Владимир Дмитриевич Набок, вот он был блестящим, так сказать, энтмологом, он открыл даже виды некоторые бабочек, он был в Соединенных Штатах в этом обществе, большим человеком по этим, по насекомому, вот он там рассказывает, что надо их там усыплять хлороформом, ну, ну, чего издеваться с живыми существами. У меня сегодня даже глупо было, я пошел выбрасывать в мусорку, в это мусоропровод там из ведра, и там было несколько муравьев, ну, пищевых, они где-то, я их туда, вот они посыпались, мне как-то стало не по себе, ну, я до маразма не дохожу, но как-то вот это живое, не знаю, может, они там приживутся, куда упадут, ну, как-то не могу, у меня это не получается, у меня не получается вот там хлопнуть кого-то, это таракан, Андрей говорит, ну, тараканов, наверное, можно убивать, но они же тоже, как мы, да, тараканы, такой же пользу приносят, в кавычках, как и люди, наверное, да, тут не объяснить, я не хочу над тем говорить, потому что вот все живое, действительно, то, что шевелится, на самом деле, не бумаг, которые шевелятся на ветру, там, а все живое, оно как-то вот твое, просто твое, как клеточки твоего организма, ты, правда, их не понимаешь, но они твои, да, тоже, какие-то ячейки живой жизни в тебе, их тоже много, много разных клеточных, так сказать, индивидов и сознаний, мать не случайно говорит о клеточном разуме, разуме клеток, потому что ощущение, так сказать, разумности и истинности вот живой жизни, каждый на своем месте несет, так сказать, выполняет свою роль, это вот ощущение единства, оно уже исчезнуть не может, оно исчезнуть не может, может быть, дальше там что-то исчезнет, не знаю, но на данный момент это неистребимо пока, наверное, так и нужно сейчас, потом, возможно, вот весь этот круговорот смертье и рождении, он, как бы, когда ты будешь над этим настоять, над живой жизнью, которая ниже тебя, это не будет тебя не то, что волновать, но это будет какой-то нормой, но пока вот какой-то есть переходный период, видимо, чтобы ты не ожесточился все-таки, потому что сейчас можешь вообще-то все это перенести с насекомых еще на более высокие планы на людей, вот нельзя, наверное, какие-то есть моменты, которые ты должен на этом уровне прожить, не с болью, а с пониманием, с сочувствием, состраданием, тем, кто ниже тебя по уровню биологического или вот поднюю сознание. Это тоже интересная вещь. Сложно было предположить когда-то, что вдруг наступит такая фаза. «Становись и живи знанием, обретенным тобой, это и будет познанием живого Бога в тебе». Блестяще он сказал, «Знанием не чужим становись, обретай его в своей истинной сущности, даже если ты прочитал чужие слова, чужие слова, но это не твое знание, но если эти чужие слова переплавили в сердце в твое знание как факт, то это твое знание. Слов ты мог много правильных прочитать, много, так сказать, мог в уме нахвататься того, что ты способен отождествлять с тем, что это действительно твое, хотя на самом деле это не твое, а тут вдруг ты открываешь из книг и просто из пространства совершенно простые вещи, вот этими озарениями, приходящие к тебе, которые становятся твоими, становятся твоим знанием, и вот это познание живого Бога в себе как раз и есть отождествление знаний, которые есть везде и всюду, с собою, с той частью божественного, которая в тебе, которые эти знания, которые приходят оттуда, в общем-то делает твоими, то есть ты становишься ну как бы приемником тех знаний, отождествляясь с теми знаниями, которые исходят от единого, вот тогда действительно твоя жизнь начинается в ведении, в знании, а не в подражании кому-то, не копировании кого-то, и тогда ты никогда не произнесешь пустых и глупых слов, ну они может и правильные, но они не пережиты тобой, они не являются тем, что ты можешь произнести и сказать людям, не пережив этого и не отождествившись с ними, то это будут пустые слова, которые и не будут нести себе вибрацию истины ясно-новенную. Когда церковники говорят правильные слова, читая там по этим самым боговедческим книгам или по каким-то молитвенным спискам, то это не их слова, это их работа, они работают, они что-то делают, делают, поскольку они призваны на своем рабочем месте вот эти слова говорить. Вот когда одного священника спросили, они же разные, тоже бывают, спросили, а вы верите ли в Бога? Он сказал, я работаю в церкви. Всё, вопросы были сняты. Он работает, это его работа. верите, не спрашивайте. Сама вся работа там, она уже предполагает веру, ну, вроде как. Ну, это не совсем так. Работать где-то на каком-то поприще и нести веру, ну, каком-то там духовном, официальном поприще и иметь веру, это бывает разные вещи, совсем разные вещи. Эволюция не завершена. Разум не есть последнее слово. Мыслящее животное не есть высший идеал природы. Так же, как человек произошёл от животного, так и от человека произойдёт сверхчеловек. Но эволюция действительно не завершена, это очевидно именно на примере человека, потому что человек отнюдь не в гармонии с самим собой, себе подобными и с окружающей природой. Когда завершается какой-то этап эволюции, то то существо, которое находится в этой эволюционной среде, находится в гармонии худо-бедно жизни-смерти, но это некий гармоничный процесс. Но человек, имея животную основу как инструмент божественного физическое тело, явно не соответствует тому типу животных, который находится в гармонии с природой, в гармонии с самим собою. Потому что в человеке вот то самое подсознание, которое у животных является охранительным, которое даёт им возможность выжить и спастись, у человека подсознание как раз источник всех неприятностей. вот пораженческое наше подсознание как раз и есть, так сказать, совершенно отличное от животного подсознания. Вот в нашем животном теле подсознание, оно направлено на поражение, опасность, смерть, а у животных это как многохранительная реакция. Подсознание животных направлено сохранение вида. А у нас наше подсознание нас гнобит, оно нас гробит. Есть разница. Значит, мы люди, существа переходные. То есть, мы находимся в состоянии между животным, чисто животным и тем, чем всё-таки должно, и тем состоянием, которое должно последовать за человеком мыслящим. Ибо вот наша ментальная структура, холодная ментальная структура, которая, в общем-то, божественным светом не освящена, эта холодная ментальная структура как раз и есть причина и источник всех наших бед. Наш ум, наш холодный разум, наш холодный рассудок, всё раскладывающий по полочкам, не видящий целого, не знающий и не ведающий Господа никогда, потому что, как бы мы не говорили о своём рассудке и интеллекте, он всегда, если он работает, он всегда отсечён от божественного. Как только ум молчит, проявляется божественное. Как только ум заработал, божественное отсутствует. Поняли или нет? Если уж говорить как об уме, как в инструменте божественного, ну, наверное, это звучит красиво, да, всё-таки ум как инструмент, ну, наверное, как инструмент эгоистический, божественного, но когда ума нет, то тогда только чисто божественное способно проявить себя. То, что всегда ум, если даже он инструмент божественного, он несёт в себе элементы эгоизма, он всегда несёт все элементы искажения. А в божественном поступке без ума ум ничего не оценивает, он сразу божественное, оно сразу действует. Сразу действие. Нет фазы холодной, расчётливой, эгоистической, которой ум пытается вклиниться между божественным импульсом и реализацией. Как только он вклинивается, всё искажается. А когда нет трений в уме, когда нет выбора, когда ты действуешь абсолютно правильно, просто потому, что нет вот этого зазора, искажающего между божественным импульсом и нашей умственной деятельности, вот тогда жизнь действительно становится благодатной. Представляете, ничего не думаешь, ни о чём, так сказать, не заботишься вот сиюминутно, а просто поступаешь верно, правильно, и тогда, наверное, жизнь становится действительно спонтанной, радостной, божественным, потому что это факт, это не придумка, это не теория. Если бы это была теория, я бы это не говорил. Потому что я теории не люблю. Вот, если какая-то теория, так сказать, строится, ну, вот эта релятивистская концепция, психическая деятельность, которую мы предложили, если она строится, то она строится опять-таки на основании практического опыта. Если нет практического опыта, нет подтверждения, так сказать, реальностью, то тогда об этом, ну, говорить не имеет смысла. Можно нафантазировать много. Можно красиво, математически оформить любую идею и сказать, смотрите, как красиво. Это так же, как красивый пейзаж, но попробуй туда влезь в этот пейзаж, ты тоже не проникнешь, да? Так что становись и живи знанием, обретенным тобою, и это будет познанием живого Бога в себе. Вот, когда это твое, и знания, и действия, и поступки, когда это будет исходить из истинной сущности, вот тогда, наверное, жизнь становится гармоничной. А эволюция действительно не завершена, вот, и мы в качестве переходных существ еще помучаемся тут, ну, в целом. Тоже гармония этой реализации, она не приходит сразу. Наверное, есть какие-то накопления, там, внутренние накопления, но индивидуально решить эту проблему каждое состояние здесь сейчас. Человечество в целом, оно не может это вот в одночасье решить, ясно, наверное? Это будет поближе к квантуму скачку эволюции, когда там что-нибудь взорвется, что-то там, так сказать, полыхнет, кто-то сгорит, а кто-то, если повезет, останется. Но это будет не то, что не скоро, но не сегодня и не завтра, это точно. Так что в завтрашний день еще у вас есть запасы, чтобы правильно поработать. Двойственный закон греха и добродетели на нас наложен, поскольку мы не владеем тем идеалам жизни и знания, в пределах которого душа спонтанно и непогрешимо осуществляет свое самоисполнение. Закон греха и добродетели исчезает для вас, когда луч Бога озаряет душ истинной и любовью с их подлинным великолепием. И тогда Моисей замещается Христом. Все очень тонкая вещь, об этом Иисус постоянно говорил, Он говорил, что закон греха и добродетели это закон временного действия в человечестве, поскольку человечество не осенено божественным просвещением. И поэтому какой-то сдерживающий фактор должен быть. То есть условно грех, условно добродетель, Ветхий Завет об этом постоянно-постоянно напоминает, все Ветхозаветные откровения как раз они направлены на то, чтобы отделить греховное от добродетельного, чтобы сделать людьми, чтобы сделать людей праведниками, что ли, наставить их на путь истинный, на путь праведности, но никак не придать им импульс божественной деятельности, а это в общем-то ментальное состояние, которое строит модель праведного поведения. Вот это модель праведного поведения, ну это какая-то переходная форма наверное духовной деятельности, Наверное, праведник гораздо лучше, чем, в общем-то, ну, внешне, чем какой-то отъявленный грешник, ну, для того, чтобы всё-таки сохранить какой-то баланс или равновесие в человеческом обществе, но грешник в конечном счёте оказывается более способным к продуктивной духовной работе, о которой говорил Иисус. Вспомните, наверное, он сказал, не здоровым нужен врач, не праведникам нужен врач, да, они здоровые вроде как праведники, они всё делают правильно, а больным, вот тем самым больным грешникам, которые в конечном счёте способны со дна своей греховности вознестись, ну, достаточно высоко, вот поэтому я не призываю вас грешить и не призываю вас быть праведниками, это дело выбора каждого, вот как оно получится по жизни, прото скажет, вот, я против праведности, я за греховность, ну, как оно получается, у каждого своя судьба, да, но быть праведником и остановиться на праведной жизни, это значит, в общем-то, законсервировать себя в каком-то переходном состоянии, ясно, наверное? Вот, в переходном состоянии себя консервировать нельзя, это грех большой, большой грех законсервировать себя в каком-то состоянии переходном, динамики нет, поэтому всё-таки греховная жизнь, она более располагает к конечному духовному результату, вот, потому что обучение происходит тогда правильное, а у праведника, вот, он уже как бы состоялся в том, что от него требует, ну, там, священное писание, допустим, ну, первая часть, да, священного писания, вот, и он думает, что у него всё в порядке, помните, наверное, эту самую притчу о возвращении блудного сына, как отец радовался, когда этот многогрешный сын вернулся и покаялся, а старший сын, который всё время был с отцом, и праведник великий, он говорит, отец меня ни разу так не привечал, ни разу такой, так сказать, обет не устраивал праведнику, вот, вот, вот этот папа-то, ну, понятно, что это Господь Бог, он принял раскающегося грешника, которому уже ниже, что пускаться нельзя, он может идти только наверх, то есть, ни в одно направление, направление только кверху, вот. Бог изнутри всегда ведёт нас верно, даже когда мы опутаны цепями невежества, но при этом, хотя цель и верна, достигается она окружным путём и с отклонениями. Ну, речь идёт о нашем ангеле-хранителе, о нашей истинной сущности, которая выстраивает незримую нашу жизнь вначале посредством кармического закона, который в душе нашей сформированный, который реализуется вот с момента нашего осознанного существования. Как только начинается осознанное существование, то начинает действовать кармический закон. Вообще, кармический закон не работал до момента обретения человеком рассудка или разума, потому что в животном мире кармический закон не работает. Он не работает, потому что он не нужен. Кармический закон нужен для того, чтобы пробудилась душа. У животных такая задача не стоит, потому что если он кого-то съел, то он перед Богом не отвечает за то, что он кого-то съел. а если ты кого-то съел ну ты просто обязан ответить потому что рассудок еще и предполагает не нести ответственность за то что ты там сотворил потому что те понятно тебе бы не хотел чтобы тебя скушали а ты кого-то скушал я не имею ввиду животные психологические какие-то момент вот поэтому ты уже способен различать что хорошо что плохо и вот когда ты становишься способным различать вот что рассудок это такая штука к обоюда острая она и помогает до нашему становлению если мы имеем критику себе и может рассудок создать безрассудством тоже то есть это вот такая обоюда и острая вещь поэтому кармический закон начинает обучение с момента тогда когда человек все-таки обретает рассудку то есть сегодня ребенок очень рано в общем-то дети развиваются они начинают соображать и кармический закон начинает работать ну гораздо раньше чем это было когда в инфантильном человечестве где-то лет может 18 человек начал на чем-то задумываться так вот жил как как же ясно кармический закон вчера начинает работать сейчас вот и действительно вот этот ангел-хранитель он даже вопреки кармическому закону кармический закон как некая механическая что ли структура некая механика вот какая программа записанная на это программа ведет нас по жизни бывает жизни ситуация когда мы в общем стоим на грани ну какой-то беды какой-то опасности и тогда душа выходит за пределы кармического закона когда мы слишком своевольничные буквально нас выдергивает там из каких-то ситуаций это тогда душа просто вот уже вопреки кармическому закону кармический закон он если и несет себе элементы мягкости все равно он не милосерден в какой-то степени он механистичен а вот душа вносит на коррекцию в ситуациях которых требуется действительно эту коррекцию внести что на выходит на первый план очень быстро ставить все на свои места потом опять уходит опять дает нам возможность своевольничать вот и в силу пока еще так сказать эгоистичности сознания то есть не ущемляется свободу выбора свободу воли но в какой-то момент очень резко то есть она может сказать свое веское слово потом опять уходит 5 уходит так что бог изнутри всегда ведет нас верно даже когда мы опутаны цепями невежества все время все время то сказать мы находимся под неусыптым контролем истинной сущности но если в какой-то период времени гипертрофированная до начинает зашкаливать начинает зашкаливать за пределы допустимого и слишком далеко заходит вот за эти пределы и никакие оклики божественного не в состоянии нас в общем-то вернуть на утраченные позиции то тогда душа принимает решение о прекращении этого воплощения прекращения на нации вводят человек с этого плана миссия магомета было необходимо иначе бы мы не могли почивать превознося наши усилия по самоочищению полагая что земля предназначена только для монахов а города созданы как преддверие в пустыне вообще миссия магомета она была своевременной очень интересно на тот момент ведь христианство к пятому век шестому веку до новая эра ну в общем то вы родилась в некий в некое поле политическое течение вот много всяких богов святых появилась сама троичность бога все это как-то распылила вот ту самую концентрацию на едином божественном вот все как-то вот и расползлось то есть вот ранее плодоносившие обильно христианство первое замешанные на крови да вот первых христианских ученик потом это все вы родилась в это боговедение рассуждения боги много всяких святых поклонение там разным таскать иконам сама по себе троичность бога тоже распыляла сознание людей не было концентрации вот появляется магомет появляется религия которая в общем-то призвана была вернуть внимание людей к единому божественному к единому божественному к тому что неделимо то есть бог един до единобожие истинные подлинные до сих пор и правильно вот мусульманской религии бог един не надо отделить там все эти вот это то это другое то пятое даже поклонение магомету это неверно и неправильно он сам не к этому не призывал вот один из пророков да вот другое дело до него все приходили иисус считается пророком мусульманской религии тонн тоже таскать они просто готовят человечеству готовят вот к принятию их пониманию единого бога а в христианстве что-то сказать произошло на тот момент христианство обесплодилось а монахи они течением таким узким но не очень широким наверно среди таскать общего количества людей которые христианской религии принадлежали они уходили в пустыню то сидел как бы жизни христианская это монах отшельник который вне мира и вообще живет по своим таскать молитвенным законам с этим миром не соприкасаясь вот религия магометанская это возврат в мир не бедство никуда вот здесь здесь и сейчас вот быть бога надо в этой жизни искать никуда не прячась не убегает то есть в социуме там же нет этих монашеских отделений объединений вот где-то там то надо спрятаться и только заниматься так сказать боговедением там или еще чем-то все в общем то идет и проистекает из живой жизни и обращение к богу вот тому в любой момент времени ну даже не по часам тут по часам это уже таскать какая-то система была выработана вот в любой момент ты можешь нему обратиться не без всяких таскать атрибутов без каких-либо там специальных там условий вот в любой момент знаете вот это религия на тот момент это было нечто действительно революционная вот та самая революция не бегите из мира будьте с господом здесь в этом мире вот об этом идет речь возврат к истокам едино божия и не прятаться не прятаться не убегать не уходить а внутри душе в храме собственной души вот здесь вот таскать должна твориться духовная жизнь не убегая из жизни живой социальной вот об этом напоминает а миссии магомета напоминает что евро бенда когда говорят что любовь и сила вместе смогут спасти мир окончательно то подразумевает не отдельно взятую только любовь или силу поэтому христос наперед предвидел второе пришествие и религию магомета являющийся не за стоим а движением вперед вот единый бог любовь и сила это в общем-то неразделимые вещи когда говорят о том что иисус вот преподал миру религию любви религию всепрощение религию смирения то это вы как слабость да вот такая это слабость вот я всех прощаю я всех люблю но я не имею силы вот истинная любовь это всегда сила божественная любовь все это огромная сила на и действенная сила на и потенциальная сила потому что когда разделяет любовь и силу то сразу сила это вот я а сила это яга вроде когда вот я должен действовать я просто обязан действовать любовь это что-то такое вот на найти она вот сейчас вот любовь я вот когда надо то сила так вот сила и любовь если говорить о реализации божественной истины это одно и то же потому что сила в любви и любви сила именно вибрации божественной любви несут в себе ту силу который может быть и не как применение сила как потенциальная возможность вообще усмирить все что готова там клокотать и сопротивляться вот сам факт вот этой вибрации любви и силы одновременно это то что покрывает и накрывает огромное пространство которые в общем то а вот могут буйствовать там не истовствовать то есть вот в чем сила любви не любовь и отдельная сила сейчас любовь а потом если любовь не работает я силой в общем-то буду что-то делать вот сама по себе эта энергия сила божественной любви вот исток вот всего и вся она несет в себе и вибрации огромной потенциальной силы это потенциальная сила способна незримо совершенно творить чудеса нейтрализовывать многие вещи которые не требуют применение силы физической или какой-то там ментально-витальной она просто это сила направляется туда где требуется нейтрализовать зло где требуется нейтрализовать какие-то там проявления но жестокости понятно наверно вот это очень интересная вещь потому что люди как правило разделяют любовь и силу вот иисус я пришел дать вам меч помнить это вот этот меч и люди думают что меч это сил он говорила мечик духовном который разделяет семьи в семье там кто-то идет туда куда надо тут не надо я пришел разделить там отца сыном жену там сможем помнить на меч меч разделительный духовный меч но не меч который там вот где-то будет голову сносить а духовный меч это разящие силы которые не требуют силы физической потому что если появится на земле или каком-то регионе люди обладающие это огромный потенциальной силой духовной несущий в себе любовь как исток всего сущего то наверное этот регион этот народ будет находиться под защитой господа потому что носители духа это самая вредная самая надежная защита любого народа от любых происков насилия уже невежество там кого 100 понятно я думаю что сейчас мы с вами начинаем понимать что чем большее число носителей духа истины будет у нас появляться тем мы будем крепче то делу не в атомной бомбе не в каких-то так сказать ну политических всяких так сказать хитроумных дипломатических комбинациях а именно в том что сила тьмы и силу мрака просто будут не в состоянии так сказать вот как кукловоды своих этих там марионеток сюда напустить потому что это будет нейтрализовано именно вот духовной мощью не какие-то политические еще раз подчеркиваю хотя внешне это будет там обставлено какими-то дипломатическими словами лживыми безусловно вот все дипломаты признают от майя славров говорит искусство дипломатии это говорит ложь для тех кто этим занимается очевидно так сказать второй план абсолютно люди не понимают они эту ложь принимает за истину на самом деле все это хитрости и коварства дипломатического языка понятно людям которые более-менее понимают вообще что есть что разве из того что добрые гибнут а злые живут и торжествует следует что бог зол я не вижу в этом логике я должен вначале убедиться что смерть и падение зло порой я думаю что моменты их прихода являются для нас высшей степени благостными а мы оглупленные своими страстями чувствами убеждены что они приносят зло так как мы так как не угодны и не по нраву нам но эгоистическое наше сознание в общем-то видит свет безусловно видит мир безусловно в искаженном свете и вот смерть и падение то что людьми считается но взлом на самом деле это как раз вот те необходимые элементы божественного обучения обучение нас для того чтобы мы все-таки открыли себя истинного и без них невозможно становление становление в божественных весь мир в общем-то тогда погрязба ну в какой-то вечный распри или в каком-то вечно застывшим но при смертном состоянии вечно застывший при смертной агонии да к не было бы смерти как таковой вот эта динамика процесса вот реинкарнация воплощение падений наших с вами вот потом до подъемов неосознанных бессознательных в конечном счете если это достигает результат который угоден господу то тогда становится понятным если ты в этом новом качестве смотришь на этот мир что смерти наше падение все таскать несчастье это необходимые элементы атрибут той самой игры в которую мы вовлечены ибо за одно воплощение или за два три там допустим душа не в состоянии получить надлежащий урок для того чтобы состояться в полной мере поэтому требуется смерт требуется как бы начало вот этого процесса земного существования и получения опыта конкретного вот эволюционного это необходимо для того чтобы этот опыт был действительно полноценном условие таскать получения этого опыта должны быть достаточно жесткими суровыми тяжелыми вот и мы с вами сполна получаем но потом когда мы действительно открываем себе истинную сущность когда мы когда в нас вернее устанавливается вот тот новый взгляд на все что существует вокруг существует в этом мире взгляд существенно отличное того что было ранее тогда нам становится понятно необходимость всего того что происходит человечестве что по человеческим меркам общем то является плохим неугодным нежелательным вот что требует исправления для этого надо просто открыть глаза открыть свою истинную сущность для того чтобы это стало видеться как некая часть как некая часть божественной гармонии в переходном периоде в котором мы сейчас с вами находимся это часть божественной гармонии все эти непотребства все то что происходит это гармония переходного периода когда я оглядываясь на свою прошлую жизнь то вижу не испытая неудачь и страданий я не испытал бы наивысшего моей жизни блаженства все же во время страданий и неудач меня мучила горечь беды поскольку мы не в состоянии видеть дальше нашего носа то и потворствуем всем этим страданиям и оготчением утихометьте же оглупленные сердца убейте его научитесь смотреть и чувствовать широко универсально сейчас многие люди многие люди действительно грязно каких-то хронических страданиях чем это люди которые несут в себе безусловно огромный духовный потенциал ведь если человек не страдает а вот просто эмоционально знаете вот есть эмоциональный элемент страданий сейчас он таскать плачет потом он опять занимается своей коммерцией очень быстро вот смотришь на западных людей они вроде бы есть там счета взорвалось счета упала не страдают а потом очень быстро переключается на как вот это повседневная рутинная деятельность вот в нашем народе встречается много людей которые находятся станет какой-то хронической так сказать страдательской депрессии есть такие вот просто хроника какая-то все это хроническая болезнь народа хроническая болезнь народа который гнобит в себе свою духовную сущность гнобит себе духовный потенциал вот он есть он есть этот потенциал но вот эта страдальческая маска в вечном вот искать мученика непонятно за что вот ее надо снимать надо снимать правильной практической работой то есть надо пробуждать истинную сущность для того чтобы страдание становилось смыслом жизни чтобы за это страдание получить там по достоевскому какой-то таскать райскую жизнь где-то там на эти люди вот больны этой достоевщины они просто больны запад не болен ей им интересного они читают для стоять что муж мой около как вот это никак смотрят на какой спектаклем от плохо понятно им просто интересно а мы вот вот в этом как раз и большинстве своем что касается духовно одаренных людей купаемся вот какой-то вот купание в страданиях купание вот в этой самой липкой такой страдальческой атмосфере вот это надо превзойти с какого-то момента надо сказать нет жестко сказать нет вот тому состоянию который в общем то как вот трясина болотистые тебя поглощает 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 и дает возможности вырваться как бы сковывать тебя по рукам и ногам это оккультные силы вот те самые силы которые играют на инструменте наших эгоистических существ на витальном и ментальном эго они затягивают нас вот эту в пучину страдальческая здесь надо понимать что надо сказать веской нет такое революционное нет вот тому что становится со временем каким-то привычным что-либо для существования людей поэтому они идут в церкви они идут храмы они в отчаянии просят господа избавить их от страданий но не избавишься от эго от страданий избавиться невозможно господь вас от эго не избавляет вы должны видеть его проявление он для этого и создал эту игру чтобы не он вас вот по вашим мольбам от эго избавила чтобы вы в общем-то начали по крупицам его выковыривать из себя вы должны его отвергнуть без вашего понимания без вашей работы про активной оптичной активной практически ваш никто от страданий не избавит никакие мольбы никакие молитвы вы можете в какой-то момент получить ну какой-то импульс божественный как аванс некий да вот то есть вам сказано есть у вас светлое начало вы опять бегом туда где у вас это светлое начало появилась она уже не появляется в опять просите опять не появляется вам аванс дал разберитесь вот есть другая жизнь есть свет а вы опять во мраке из мрак надо выходить а чудом из мрака не выйдешь чудом можно только как бы выйти на верную дорогу разобравшись вот это чудо когда ты нашел вот это моё вот я иду на этой пути надо работать никто в одночасье вас не избавит от того что вы несете в себе эгоистические накопление вот такие за плечами сколько лет прошло понятно тоже интересно люди говорят и думают ради моей страны ради человечества ради мира но в действительности это означает ради моих собственных представления моей стране ради моих собственных представления человечестве ради моих собственных воззрений на мир вот эти спасители человечества спасители страны они некую модель что имеют модель человечества и каким она должна быть модель страны какая она должна быть модель мира который она должна быть эти модельные представления эгоистические о том что должно быть и как должно быть это все химера это все пустое занятие поэтому озаботьтесь озаботьтесь это сказать вначале тем чтобы найти в себе это место да та самая сущность которая в общем то весь этот наш хлам наших модельных представлений разрушит и даст нам возможность все-таки увидеть что в первую очередь нам нужно сделать для того чтобы изменилось наше представление о мире а прогрессия самих себе вот этим надо заниматься при этом возможно говорит что робин до расширения но не освобождение когда вы хотите там с этим таскать и лозунгами вот стать шире и в то же время оставаться в рамках еще не есть условия свободы то есть когда вы боретесь за мир когда вы боретесь за прогресс когда вы боретесь за какие-то там интересы общечеловеческой вы но становитесь несколько шире но никак вы не становитесь в истине ваша истинная сущность при этом она нисколько не затрагивается то есть ваша рота интересов как бы иллюзии того что вы где-то и к чему-то причастны становитесь сегодня она никак не меняет сути ваши эгоистические вот ясно наверно да только с открытием истинной сущности вы способны что-то что-то реальное в части пользы человечеству миру там прогрессу принести что-то